Дорогие друзья в этом видео хочу рассказать о бюджете поездки и о том как возникла идея поехать во Вьетнам. Мне рассказала невестка. В общем получилось так что они продали свою квартиру осенью и купили новую строящуюся и сдается она еще до сих пор не сдалась и поэтому они переехали жить к родителям с мужем и с маленьким ребенком в частный дом. Детям хотелось куда-нибудь вырваться, поехать в теплую страну чтобы и себя развлечь и чтобы пережить там зиму, а не переносить морозы здесь. В общем возникла идея ехать куда-нибудь и стали подбирать страну себе доступную по финансам, чтобы было тепло и комфортно. И тут как раз подвернулся знакомый, который во Вьетнаме в Нячанге открыл свое дело, ночной клуб, он сказал что если вы приедете в Нячанг, то работа, то мне как раз работники нужны. А этот старый знакомый уже знал невестку, они вместе работали, то есть она уже работала на его предприятиях, в студенчестве она подрабатывала в сети ресторанов, по-моему рестораны и ночные клубы, ну в общем такие вот заведения развлекательные. И был хороший опыт и в глазах ее бывшего работодателя она была очень способным работником. Таким разговором невестка уже стала собираться, ну то есть намерение ее стало твердым, и она начала прям конкретно уже собираться, подбирать билеты, ну в общем обдумывать всю поездку. Как возникла идея ехать через Таиланд, через Бангкок, ей подсказала двоюродная сестра, которая тоже на зиму решила поехать в теплые края с двумя детьми, сестра двоюродная, она сказала что если лететь через Бангкок будет дешевле, но они посмотрели билеты, действительно билеты на Бангкок были куплены, гостиницы были забронированы, чтобы была такая площадка. И по-моему бронирование гостиницы это обязательное условие при получении визы. Хотя для россиян режим въезда в Таиланд безвизовый, по-моему так, да. Но не все из нас граждане России, я и мой сын граждане Казахстана. Вот, к этому вернемся попозже. В общем билеты были куплены, чтобы быть, поскольку мои дети собирались работать, а на руках у них маленький ребенок, им нужен был присмотр за ребенком, поэтому взяли меня, то есть меня взяли в качестве няни. Вот, таким образом значит я спросила сколько денег вообще было, потому что я сама ни за что не рассчитывалась, денег в руках не держала, не контролировала их расход, поэтому я понятия не имела сколько у них денег. Поскольку сами они мне не докладывали, я спрашивать тоже посчитала не совсем корректным. Я была рада, что меня взяли, поехала, закрыв на все глаза. Так, кстати, историю о моем горелом паспорте я уже рассказывала, но я ее, но я сделаю еще отдельное видео о моих приключениях с горелым паспортом. Так, билеты в Таиланд стоят 13 тысяч рублей, нас было трое, ребенок до года, дети до двух лет едут бесплатно и без места, а всего денег было две с половиной тысячи, из которых невестка сказала, что сразу они решили сделать НЗ 500 рублей, «Остальные были пущены на проживание, развлечения, дальнейший путь. Совсем было забыто, что для граждан Казахстана нет безвизового режима, что нам придется оформлять визы». И визы эти раньше были бесплатные, но с какого-то времени недавнего, потому что раньше мы с невесткой уже ездили в Таиланд, они сталкивались с этим, что нужно было оформлять визу. В общем, теперь виза стала платной, ну, считай по-нашему, это было около 4 тысяч рублей, и леницы были забронированы на три ночи, и это стоило 11 тысяч, ну, то есть отсюда еще на берегу были забронированы, и обошлись нам в 11 тысяч на трехместный номер и три ночи. Так, питание. Питались мы в... Я показывала питание в Бангкоке, у меня есть отдельное видео. Это была уличная еда, это была еда в фудсторах, в крупных торговых центрах. Особо мы не шиковали, но и все-таки попробовать что-то необычное, вкусное, в этом мы себе тоже не отказывали особо. Потом я приехала туда больная, мы покупали лекарства. Ну, это вообще-то незначительное, мы, по-моему, купили один антибиотик, он был не очень дорогой. Мы приехали туда без коляски. Дело в том, что здесь, в Улан-Удэ, у нас коляска очень громоздкая, брать ее на борт самолета было затруднительно. Она у нас не складывается пополам, по-моему, так. И, в общем, эту коляску мы не брали, а решили купить там. И там мы купили коляску, которая стоила 1395. Вот мы покупаем коляску. Сейчас вынуть ребенка. Спящего. Все тут участвовали в этом. Из развлечений мы себе позволили Dream World Park, который стоил... Видео о котором я тоже сделаю отдельно. У меня не сохранились видеоматериалы, поэтому я буду вам повествовать и показывать на карте. Покажу, может быть, билетики, если они сохранились. Так, по-моему... В общем, по-моему, в 1000 бат. На троих нам обошлось это развлечение, это мероприятие. Ездили на такси, на тук-туке. Ездили на метро. Так, метро обычное, как называется, я забыла. Ездили также на Skyline. Метро. Затем в эти же деньги, из этих же денег мы приобрели билеты. Да, которые сразу в аэропорту пришлось приобрести, потому что без return ticket, обратного билета, визы не выдавали. Это тоже было отдельное приключение. Я о нем рассказывала и еще остановлюсь еще раз подробно. Все, наверное, пойдет в тот же горелый паспорт. Видео о горелом паспорте. 447 долларов 93. 5 тысяч рублей. Авиабилеты нам обошлись в 5 тысяч рублей на человека, то есть 15 тысяч рублей мы приобрели его от Бангкока до Хо Ши Мина. Так, далее, когда мы приехали в Хо Ши Мин, там же мы, отсюда же мы уже забронировали, будучи в Бангкоке, мы забронировали гостиницы в Хо Ши Мине. Трое суток, так, на двое суток мы, по-моему, в общем, первая гостиница нам обошлась в полторы тысячи рублей номер, полторы тысячи рублей номер первые сутки. Дальше мы перешли в другую гостиницу, подешевле, тысяча триста рублей сутки. Завтрак туда входил, да, завтрак входил и там, и там. Завтрак я тоже расскажу отдельно. Дальше мы поехали в Нячанг на Слиппинг-басе, то есть автобус, 8 часов мы ехали от Хо Ши Мина до Нячанга, и билет стоил тысячу рублей. Да, тысячу рублей написано. Это все потому, что мы бронировали в интернете и оплачивали с картой Сбербанка, поэтому отсчет идет в рублях. Там же мы сразу же забронировали гостиницу, и первые четверо суток мы провели в гостинице, которая обошлась нам в тысячу рублей за номер, то есть на всех. Ушло на еду. Эти две с половиной тысячи, вот включая эти расходы, расходы на питание закончились через месяц. В общем, где-то числа до середины. Так, въехали мы 18 ноября в Бангкок, и где-нибудь также число к 15-18 в принципе у нас деньги закончились, не считая НЗ. Кроме того, да, четверо суток мы жили в гостинице, а дальше мы уже нашли апартаменты, которые стоили 250 долларов. Номер двухкомнатный, то есть на троих нам было очень хорошо. Это видео у меня тоже есть на канале, как выглядят апартаменты. Подробные я там показываю, рум-тур 250, даже меньше, знаете, 5 миллионов донгов, плюс 2 миллиона взяли депозит. Рассказываю, что дальше эти апартаменты нам по-прежнему обходились в 5 миллионов, плюс коммунальные услуги мы оплачивали сами. В коммунальные услуги входили, входила электроэнергия и вода, которая обходилась в 500 тысяч, то есть процентов 10 от стоимости, ну примерно, это, конечно, отдельно по счетчикам было, но примерно это будет процентов 10 от проживания, от месячной платы за апартаменты. Так, ну вот все, пожалуй, да, о своих покупках я рассказывала, в общем, свои вещи, с которыми я поехала туда, я очень пожалела, что взяла столько вещей. Видео о моем гардеробе тоже есть, вы можете посмотреть и убедиться, я там делаю вывод, что нужно брать с собой, а что не нужно. У нас, дорогие друзья, сейчас будет видео о том, какую одежду я взяла с собой во Вьетнам и Таиланд, и что оказалось нужным, что оказалось лишним. Вещи, ненужные и часть нужных вещей мы с невесткой отлично продали в группе ВКонтакте, их купили наши же сограждане. Видимо, все-таки интересно покупать вещи, интересно разнообразить свой гардероб, заплатив не очень большую сумму. Я была избавлена от груза и освободила себе место для покупок и гостинцев, которые повезла домой в Уан-Удэ. Вот так. Пожалуйста. Блин, я ужасно боюсь, я первый раз на байке. Ну, второй, второй. Я не буду в нашей улице. Надеюсь, вам меня слышат. Вот такое немножечко сумбурненькое видео получилось. Я его, конечно, подсокращу. Выжму все ненужные моменты. Выжму нужные. Если вам видео было полезным, не забудьте одобрить его соответствующим значком. Задавайте вопросы, если я что-то упустила, забыла о чем-то рассказать. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие видео о Вьетнаме, о Таиланде. Всех целую. Желаю здоровья, счастья, удачи, успехов. С вами была Аюна Коновалова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...